Всем привет! Сегодня поделюсь, наверное, мыслями о том, что происходит отказ от ELT-системы. И видно, что на слайде в верхнем правом углу закат ETL. На самом деле, как бы мы не любили наш любимый ETL, на самом деле он, наверное, устаревает. И нужно объяснить причины, когда ETL все-таки нужен, что ему пришло на смену, и давайте в этом разбираться. План видео такой, обзор различных подходов. Мы будем рассматривать наш старый добрый ETL. Вспомним, что это такое, рассмотрим подход ELT и рассмотрим механизм репликации Debezium, когда его можно применить в ELT-подходе. Давайте вспомним, что такое ETL, прям просто, быстро. ETL, вот у нас есть OLTP-система, есть какой-нибудь ETL-продукт, Pentaha либо Sys. И на Pentaha либо Sys получаем данные, экстракт, преобразовываем этот трансформейшн и load, загрузим с Pentaha, грузим данные в DWH. Все, в принципе, просто. Все, в принципе, очень-очень просто. И давайте поговорим об особенностях. Здесь мы видим, что данные летят к системе обработки данных, так как трансформации выполняются на самих ETL-системах. Поэтому возникает сразу же вопрос, а что будет, если у нас данных станет очень-очень много? И здесь ответ будет такой, что ETL-средства не будут справляться с этими данными. Теперь дальше, что ETL-средства плохо масштабируются, так как их, конечно, можно использовать как другие средства, но с масштабируемыми там есть некоторые проблемы. Это тяжелые монстры, которые рассчитаны на оптимизацию работы с памятью, на быструю прогрузку данных. Да, хорошо реализованы bulk loader ко многим системам, к Vertiki хорош loader, к Postgres. И мы реально понимаем, что для ETL-систем это принципиально важно. Плюсом также и минусом это подключение через SQL-запросы. Причем в SQL-запросы теперь встает вопрос, как обработать операцию delete, потому что если мы потеряем операцию delete, то здесь вопрос станет, как ее обработать дальше по слоям. То есть в слое мы можем потерять данные по дилету и при слое хранения, детальный слой и операционный слой мы не сможем построить инкремент. И получение данной идет порциями, что нам позволяет данные практически всегда хранить в оперативной памяти. И отсюда еще один небольшой, так сказать, особенность, это то, что скорость выполнения пайплайна определяется самым медленным узлом этого пайплайна. Получается, мы понимаем, каким образом увеличить скорость ETL и принципиально понятно, как с ETL-систами работать. Самый популярный здесь это lookup, мы по большому счету из dimension вычитываем данные и обогащаем табличку фактов. И еще, наверное, то, что самое простое, здесь используется снежинка или звезда. Других практически методологий там можно найти, но они как бы не особо популярны. И давай теперь проговорим, что на смену приходит. Ну, на смену, наверное, приходят ELT, ELT-системы. Ну, что это по большому счету такое? Экстракт и load. Сначала идет экстракт, потом load, а потом уже трансформация идет на самой системе. Либо это data lake, либо это DWH, либо это еще где-то. Но по большому счету может на Hadoop быть, может DWH быть, на CUDA, не знаю, на всем чему угодно. Но при этом мы понимаем, что экстракт и load без трансформации, это по большому счету перегнать данные из одной системы в другую. Там не нужно выполнять никакие... То есть pipeline будет состоять, получить данные и записать данные. Здесь мы понимаем, что таких преобразований нет. И, наверное, все-таки использовать ETL-средства, наверное, здесь будет излишне расточительно. Теперь давайте ELT-особенности. Данные переливаются в большое хранилище без обработки. Это, скорее всего, про подход, нежели про продукт. Потому что в open source таких продуктов, наверное, нет. Можно сказать, что Airflow некоторым обладает некоторыми зачатками, то, что он может считаться универсальным. При трансформации код летит к данным, это обязательно. Более легковесная система обработки данных, так как основную часть мы ждем, когда SQL Script, допустим, отработает и отправит нам ответ, что все успешно или не успешно. В этом случае мы говорим, что у нас армия ждунов, которые ждет, когда что-то обработается и скинет ответ, все хорошо или не все хорошо. Большому счету нам тяжеловесные докеры-то и не нужны. Позволяет использовать микросервисную архитектуру. То есть мы можем микросервис там собрать докер, который там будет, в принципе, весить 30 мегабайт, который будет просто ходить и отправлять, выполнить мне тот SQL запрос. И тут уже начинают разнообразные методологии ДВХ, такие как якоря, вольты, дата вольтс 2.0. И по большому счету, наверное, эти особенности есть. Вот что если так. Ну, допустим, мы предположим, что экстракт и лоуд мы сделаем на пентах дата грейш. Ну, по большому счету, у нас будет состоять из одного getData и setData. То есть tableLoad, tablePut. Ну, tableInput, tableOutput. Ну, по большому счету, как бы, конечно, можно и такими обойтись, но зачем нам это надо, если нам нужно выкатить данные, и по большому счету, там практически от пентахи останется практически никаких возможностей, которые она имеет. Мы практически не задействуем. У PASIS тоже есть некоторые вопросы. Да, действительно, можно использовать, но теперь вопрос встает, а смысл? И здесь можно говорить, что есть уже Debezium, который может заменить на EEL, заменить все наши средства пентаху, SIS и, наверное, сделать что-то более лучше. И трансформация. Нам что нужно? Нам нужен какой-нибудь легкий продукт, который будет просто ожидать данные, когда они трансформируются на источники, просчитаются на GreenPly, на всем, чем угодно. И, по большому счету, придут в ту форму, которая будет требоваться аналитикам или пользователям данных для того, чтобы сделать какой-то расчет. ELT-особенности. В ELT-подходе нет необоснованно применяя какие-то или средства из-за их особенностей. Это работа с памятью, это оптимизация. По большому счету, там ничего нет. ELT можно заменить на Debezium, а T заменить на Airflow. Код будет исполняться на системах хранения, к примеру, из Кирскрипты. В принципе, все логично. Давайте посмотрим, что такое Debezium. Да, что Debezium, это сегодня есть коннектор, который, по большому счету, приходит к Postgres, забирает журнал VAL и отправляет в кавку. То есть, нужно в Postgres подготовить просто этот VAL-журнал. Там есть настройка, которая меняет в Postgres, и там нужно настроить сам Postgres подготовить. После этого Debezium может прийти, забрать VAL, все транзакции, которые были, и отправить в кавку. За счет SIM-коннекторов можно разнести в систему Data Warehouse, в Elastic, либо написать какой-нибудь NIFI-модуль, который будет непосредственно более оптимально работать, чем GDBC-коннектор. По большому счету, да, инструмент обладает следующими достоинствами, хорошо масштабируется. Забор данных по механизму CDC, высокая скорость работы, можно использовать для репликации, используя отказоустойчивую архитектуру. Вспомним, что кавка, она обычно состоит из трех нот. Допускаются дилетные источники, дилетные источники обрабатываются и скидываются в систему. То есть мы видим там по ключу, какой пришел, то что эта запись была удалена или помечена на удаление. Интегрируется не только со SQL-источниками, но с SQL. Принципиально есть интеграция с Monge. Если будет все хорошо, то скоро я рассмотрю, как можно подготовлю урок на эту тему. И принципиально все красиво, все хорошо. И выводы. С ростом данных наблюдается изменение парадигмы. Понятно, что если значительный рост данных, то мы не можем данные ввести к коду, потому что это сильно очень затратно. Значит, код будет лететь данных. Используется специализированных сервисов, такого как Debezium. Изменение парадигмы ETL на ELT. Это уже, в принципе, выводы. Уже все поняли, что, наверное, скорее всего так. Усложнение архитектуры для обработки данных. Сейчас мы об этом поговорим. И линейно масштабируемость. То есть теперь важным является, насколько мы можем масштабироваться, чтобы обрабатывать все больше и больше количества данных. И давайте посчитаем вот этот наш знаменитый предыдущий слайд. Посчитаем на open source. Сколько нам нужно узлов для того, чтобы все это хотя бы приблизительно, хотя бы работало. Ну, допустим, LTP, Debezium коннектор, Kafka, NIFI. Kafka будет кратное количество докеров, NIFI тоже. S3 тоже кратное количество докеров. Greenplum, который будет забирать с S3 данные. Потому что у Greenplum есть особенности, которых можете почитать. И по большому счету, теперь за этим надо как-то всем следить. Поэтому Debezium должен представить, куда-то мы должны метрики. Насколько там каждый коннектор хорошо работает. Не стоит ли заводить новый коннектор, выносить в какой-то докер отдельный. И поэтому все состояние мы должны оценивать через Prometheus плюс Grafana. Теперь следующий вопрос. А как, собственно говоря, с логами? Debezium в одной системе пишет логи, Kafka в другой, NIFI вообще в третьей. А теперь нам нужно логи собрать в систему. Этим занимает стек ELK, либо EFK, либо его модификации, если кликаус подкинуть. И по большому счету, нам теперь нужно что-то, что будет отслеживать все изменения. То есть мы должны код каким-то образом доставлять на эти системы. Системы должны понимать, что код обновился. Все должно быть согласовано. Значит, нам нужна система хранения, такая как git, что мы можем после коммита понять, что произошло. Ну и по большому счету нам нужен Airflow. Чтобы Airflow вслужить, нам нужен как минимум слой метаданных, который лежит в Postgresie. И как минимум Redis для того, чтобы организовать очередь и для того, чтобы организовать хранение очереди. Можно, конечно, сюда сказать, что нам нужно еще будет и Flower, и еще какой-нибудь для мониторинга очереди и так далее и тому подобное. То есть это минимум. Вот это минимум того, чего можно, в принципе, на слайде показать. То есть докеров будет реально намного-намного больше, где они будут располагаться либо через докер-компоузы, либо в кибернетике. Но это уже совсем другое, уже не тема наше рассуждение. И давайте все-таки проговорим, что и ETL это не облегчает жизнь простым пользователям. На самом деле вообще-то в принципе никак. То есть рождение дата-платформы, то есть дата-платформа сегодня рождает практически Яндекс родил свою, Яндекс.Такси родил свою дата-платформу, можно про нее почитать. Леруа Мерлен, ВТБ пытается тоже сделать свои дата-платформы, то есть крупные банки уже сделали, в результате чего повышается спрос на программистов. То есть нужно девопс инженеров и еще и так далее и тому подобное для того, чтобы вот этот все механизм работал. И все считают, что системы, которые сегодня обеспечивают нам принципиально возможности, они будут на опенсорсе работать так, как надо. Ну, на самом деле это большой-большой вопрос, но тем не менее платформы рассчитывают на опенсорс. Это уже факт. Поэтому спасибо за внимание. До новых встреч.